Всем привет! Доброго времени суток! Наступила середина июля, 15-е, то есть середина лета. Посмотрим, как поживают кактусы, суккуленты, что цветет, что растет и как все это происходит. Вчера, друзья, сделала обработку подкормки для кактусов. Это третья подкормка уже и думаю, что это завершающая подкормка, потому что они и так как бы растут очень активно. Некоторые экземпляры, некоторые экземпляры, например, вот этот. В прошлом году я подкормки не делала. Гласси-мамилярия. А в этом году она у меня прямо потянулась сильно и так активно наросли такие холмики пушистые. Вот. Ну, мне форма предыдущая, как бы такая более округлая, она мне нравилась. И я хочу, чтобы она и оставалась такой. Поэтому с подкормками мы завязываем в этом году. Сделала последнюю подкормку и все. Вот. И теперь они, сейчас у них, у некоторых видов, по-моему, лобивия и пародия, наступает период покоя до середины августа. Их вообще как бы нежелательно поливать, но это у меня не получается. Я пока их поливаю, не успеваю пропускать. То есть, если бы они отдельно стояли, а так, один полил, и так походу и на другой сразу переходишь. Так что будем с подкормками завязывать, с поливом. Вот. Мне казалось, что я больше, как говорится, склонна засушивать кактусы или растения, но оказалось, что нет. Недавно у меня погиб. Погиб. Такая печаль печальная. Вообще. Живой камушек. Литопс. Вот. Но я хочу сказать, что он у меня единственный в коллекции. И у него совершенно разное с суккулентами период покоя и период роста. Вот. А так как он один, и как бы его отдельно, то есть его просто заодно, как бы он попадает вместе со всеми. И получается, что он рос неправильно. Хотя он и цвел два года подряд. Но он стебель неестественно такой большой. И он, конечно, линял. Но я понимаю, что что-то с ним я сделала не так. Виню себя, конечно. Но что сделаешь? Вот я его неожиданно для себя залила. И он пропал. Ну, такое случается. У меня в этом году еще погиб астрофитум. Вот. Ну, на этом пока вроде бы и все. Остальные все растут. Есть, которые не растут особо. Вот, допустим, вот этот гимнокалициум. Он уже тут у него, у него три в пазухах бутона, которые усохли. Он просто не, стебель не развивается. Верхушка не растет. Вот новый дал бутончик. Вроде бы как сдвинулся с места. Но этого недостаточно, что он практически у меня вообще не растет. И супер кабута тоже. Вот на месте. Есть кактусы, которые в этом году практически не росли. То ли не понравилась им пересадка, то ли грунт. Но я думаю, что все-таки что-то с грунтом не так. Может быть, корневая система была повреждена во время пересадки. И они отдыхают на фоне других растений. Вот так вот. Ну что, перейдем к красоте. Значит, цветут, ребята. Ну вот это вот, да, астрофитум. Астрофитум Козероги, астрофитум Каприкорне. Посмотрите, какое волнующее зрение. Вот, кстати, вот эта красота, как горелочка, как огонек горит внутри. Вот такое впечатление, что там, ну, такой живой факелочек. Посмотрите, 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 какая прелесть. Очень его люблю, потому что, ну, волнующее зрелище. Повторяюсь. Так, вот тут рядышком. Мамилярия Абакасская. Пушистик розовый. Вот, который активно цветет все лето. И вот, неожиданно для меня второй раз начала цвести мемилярия красотская. Она цвела месяц назад, но было там, по-моему, два или три бутончика. А вот теперь она веночком. Веночком цветет. Ну, это листочки, лепесточки, не совсем раскрывшиеся бутончики. Вот так это выглядит. Но я говорю, что трудно поймать момент, потому что они все цветут в разное время. С утра, после обеда, или, там, допустим, полдень. Они все цветут по-разному. То есть, одновременно поймать, чтобы все цвели, которые цветут в сутки, например, в данные, невозможно. Так, ну, вот это гимноколициумы. Гимноколициум Фридриха с бутончиком. Гимноколициум Михановича. Зеленоцветковая форма. Выдал два бутончика. Пародия с бутончиками, как всегда. Так, Венгартия, там, цветет она уже все лето. Выдает и выдает бутон, откуда все это берется. Ну, по одному, правда. Не так, как она цвела весной, просто кольцо обрамляла. Желтое, золотое. Сейчас по одному выдает, но все равно приятно. Лабевия тут бутончиков навязала. Так, ага. Мамилярия, буля, чебули. Вот такая вот. Она, кстати, в этом году очень активно цветет у меня. Вот такая есть у меня козявка. Вот, посмотрите. Ну вот, в чем бы жизнь степлилась, да? Сутка рибуция. Мало того, что она сама мелкая, но так она еще и деткуется. Со всех сторон детки такие же, как она. Стройные, худенькие, худенькие. Но она уже цвела. Вот почему-то у меня, наверное, немножко не подходят условия. Она вот тут наращивает себе семью. Ну, пусть так. Так, эти ребята растут. Мои новенькие пришельцы. Так, ну и здесь тоже с бутонами. Гимнокалициум с бутонами. Баршелла Шумана. Вот недавно выдала бутоны. Не было бутонов до этого. Так, вот это длинная цветочная стрелка, видите? Эхинопсис колофлора. Эхинопсис салатовый, то есть. Ну и тут у хинопсиса семейка, они вот выдают как бы зачатки бутонов. Вот там бутоны. Это все разные. Разные гибриды. Ну, вот этот салатовый, это у него будет первое цветение. Посмотрим, какой будет цвет. Ну, тут очень рада, конечно, что у меня отошла. Вот это мой первый кактус. Самый первый родноначальный коллекции. Мамилярия Вильда. Опять-таки, возвращаясь к тому, что я вроде бы как засушиваю. Нет. Вот он такой шапкой. Там практически не подступиться с тем, чтобы его полить. Там в уголках пытаешься с леечкой подступиться, чтобы его полить. И я его залила. Натурально залила. Он у меня стал желтеть, пропадать. Я тут повыкидывала очень много вытянутых, таких безжизненных стволиков. Вот. Ну, ничего. Отошел. Отошел, зеленел. Конечно, не цвел в этом году. Ну, хоть так. Вот. Жалко мне с ним прощаться. Пускай растет. Первый мой кактус. Вот. Тут всякие разные группы. Садики, так называемые. Садики, садики. Так. Да, вот, ребята. Конечно, очень люблю вот эту красу. Красула Нила. Это, конечно, ну, вы посмотрите, какие гроздья. Его выращивать как ампельное растение. Но будет вот так свисать. Конечно, очень светлое место надо. Не солнечное, не палящее лучи, но чтоб светлое было. И оно вот такое вот замечательное. Набирает бусы, бусы, бусы. Ой. Это рупестрис, наскальное красула. Ну, и там дальше всякие разные ребята растут. Вот это у меня дикобраз такой. В разные стороны все себе завоевывают пространство. Света побольше. Красула разрослась, распушилась в разные стороны. Потому что вот это вот, ой, немножко коснулась и налет уже сняла. Это грабтоверие. Но это я так определила, я не знаю точно. Она, конечно, растет активнейше. Активно. И вот детки у нее подросли. Сильно, правда, отсушивает листья. Оголяется стебель. Это, ну, как бы минус. Но, тем не менее, вот такая вот активная очень растюха. Вызывает уважение, да, к жизни. Она, у нее прямо страсть. О, не умой. Конечно, он дерево такое. На верхушках розочки. А то все дерево. Так, ну, с гуэрнией точно надо будет ее омолаживать. Потому что цветков и близко нет. Она вот вся так, такими змеючками спускается с горшочка. Ну, вот пока она мне так нравится. Ну, конечно, нужно ее омолаживать. Ну, тут хеверия там всего насеялась сами по себе. Ну, тут садики. Вот очень тоже сильно после подкормки разрослась вот эта вот мобиллярия пролифера. Тоже он. Такие стебли вытянувшиеся. И там за стеклом тоже что-то всего полно. Не будем останавливаться на этом. Общий план еще раз покажу вам. Была три дня погода очень ветреная. Дождь был. Дождь стеной, можно сказать. А сейчас опять, несмотря на то, что ветер, опять началась жара. Жара. И посмотрите, деревья многие желтые. Вот листочки желтые. Потому что тут, конечно, земля не очень, скажем, питательная. Тут в основном песок. И растениям нужна постоянно влага. А тут больше жарко. И вот такие ветра, как сейчас. Тут листики. Листики дают поросли. Ну, вот, в общем-то, и все. Спасибо за внимание, за просмотр. Всего доброго. До свидания. До свидания.